По факту на сегодняшний день такая некоторая странная ситуация сложилась, что в принципе Adobe есть программы, которые себя отчасти дублируют. Это как раз в случае LSAGE, до этого была и на самом деле существует по-прежнему, измечая себя чувствует еще одна Adobe с программой, которая называется Adobe Flash. И в принципе большому счету в некоторых местах возможности и решения эти двух программ с другом пересекаются. И конечно, когда человек начинает уже выбирать, что им собственно использовать для создания непосредственно какой-то интерактивной графики для интернета, сразу возникают вопросы, а что выбрать, Flash или Edge. Я работаю с объектами, например, одинаково, и система анимации у них достаточно похожая, но все-таки есть у них определенные отличия, которые делают применение Edge в отдельных ситуациях более удобным, а в других ситуациях, наоборот, будет более комфортно использовать непосредственно Adobe Flash. Ну давайте во всем по порядку. Ну, изначально, конечно, идея Flash и Edge заключается в том, чтобы человек, который не имеет никакого понятия о том самопрограммировании, а хочет тем не менее создавать интересные анимационные ролики, мог бы это сделать без всяких проблем, используя только какие-то творческие инструменты. Ну и, соответственно, некоторые дополнительные, такие, скажем, интуитивно понятные действия команды, которые непосредственно позволили бы ему эту ремонт спустить. То есть на самом деле сейчас вообще стремятся производители подобного софта сделать так, чтобы обращать жизни пользователям с точки зрения технических вещей, а сосредоточить их исключительно на творчестве, чтобы человек действительно, пользуясь программами, только выдумывал дизайн, только придумал, как объекты будут двигаться, откуда они будут вылезать, что с ними будет происходить, а все технические, все вот эти технические программы они, соответственно, не видели никогда. С таким работают и Flash, по такой технологии и Edge, и еще одна замечательная программа, для такого тоже интуитивного веб-дизайн, скажем так, который называется Muse. То есть фактически вы все, что делаете, просто рисуете объекты, вставляете в программу, начинаете объекты двигать, каким нужным образом у вас получается уже интересная анимация, которую вы уже можете так или иначе публиковать по совершенно разным задачам. Но в этом плане и Edge, и Flash, они действительно идут на то, что похожи, действительно очень многие вещи у MIG будут так или иначе публиковаться. Ну, начнем давайте мы с вами именно с флеша, как с такой более, что ли, старой программы, более опытной программы. По факту, на самом деле, это будет вносить тоже и флешой, и кэджу, если говорить про ту же самую анимацию объекта, когда мне нужно будет заставить, чтобы у меня есть изображение на экране каким-то определенным образом двигаться. Можно все варианты, все способы, с помощью которых вы будете двигать ваш объект, разделить на три большие категории. Первый из которых, и так называемый, по кадру анимация. Соответственно, Flash. Интерфейс достаточно несложный, как, ну и, собственно, у многих других адресовских приложений. У нас сами по центру экрана находится лист, на котором можно будет, собственно, творить. Внизу находится наша временная линейка, которая, на самом деле, рассчитывает кадр нашей будущей анимации. И, собственно, уже можно будет приступить к какому-то такому несложному рисованию. Вариант по кадровой анимации, он, на самом деле, один из самых вторейших. Именно он сам первым появился, когда только, собственно, сама анимация непосредственно перестановилась. И очень давно, очень, когда мультик сам первого рисовали, действительно, художники каждый кадр анимации отрисовывали, чтобы потом уже получить какое-то непосредственно анимационное движение. Примерно по такому же принципу работает и анимация по кадру в флэше. Я, действительно, могу в каждом кадре определить, что с моим объектом будет происходить. Ну, первое, такое достаточно серьезное отличие флэша от Edge. Также у флэша есть достаточно много инструментов, с помощью которых вы можете непосредственно рисовать наш объект в флэше. Если мы с вами посмотрим на интерфейс Edge, то количество инструментов здесь у нас с вами будет достаточно ограничено, то есть базовый инструмент, базовый примитивный. И предполагаю, что в Edge вся графика будет готовиться заранее в других приложениях, в том самом фотошопе, в том самом иллюстраторе, и уже будет вставляться сюда некими готовыми изображениями. На самом деле, конечно, не то, что совсем очень плохо, и по логике, конечно, это такой более правильный вариант в плане организации именно анимации под интернет. Но все-таки, конечно, хочется иногда что-то такое порисовать совершенно произвольно, поэтому здесь флэш чуть-чуть смотрится почтительней. Я могу создавать достаточно интересный объект прямо в флэше, не пользуясь какими-то другими приложениями. Еще один небольшой недостаток Edge по сравнению с флэшом в этом плане. Очень удобно, работая параллельно в флэше или в том самом иллюстраторе, объекты между программами копировать. Я могу нарисовать что-то в иллюстраторе, спокойно скопировать и прямо напрямую во флэше ставить. Edge эти показаться не могут, вставлять в него изображение в других приложениях не получается, поэтому там тот непосредственно прямой импорт картинок уже был готовен, сохранен в виде какого-то файла. Но это на самом деле, конечно, такие не совсем смертельные минусы. Но тем не менее, если вы планируете готовить вашу анимацию именно в Edge, нужно достаточно уверенно себя чувствовать в фотошопе или в иллюстраторе, что вы могли готовить ваше изображение под анимацию, которую Edge будет собирать. А в флэше, собственно, эту анимацию можно будет непосредственно рисовать. Я могу нарисовать какой-нибудь такой симпатичный прямоугольничек. Я могу немного форму от этого прямоугольника изменить, чтобы такой чуть-чуть поинтереснее получился. Тем самым, эллипсом сверху можно будет на самой верхней грани аккуратно закрыть. График флэшевекторный, очень похоже на рисование того же самого иллюстратора. Можно будет добраться до отдельных точек этих объектов, соответственно, и с ними уже тоже какие-то интересные все делают. То есть в плане именно рисования, контроля объектов, флэшевшечка удобнее происходит. Ну а дальше, собственно, с нами будет 16 как раз сама анимация. Внизу есть наши замечательные кадры. Кадры – это фактически такие, своего рода, страницы анимационной тетради, когда вот художник на каждой странице рисует какую-то определенную фазу движения, такого вот анимационного альбома, потом быстро все это пролистывает. Происходит какое-то такое движение интересное. Вот наши кадры как раз есть в этой страничке нашей анимационной тетради. Сейчас мы с вами нарисовали вот этот объект в первом кадре, и я могу легко добавить еще один ключевой кадр для того, чтобы что-то такое интересное рисовать. Добавление ключевых кадров в флэше делается нажатием кнопки F6 на клавиатуре, у меня появляется еще один кадр. Ну и что-то у меня такое забавное из моего горшка будет расти. Обычная кисточка, и еще такое соответственно рисуем. И еще раз F6, что-то такое у меня будет нарисовано. И еще раз F6, что-то такое у меня будет нарисовано. И еще раз F6. Ну сейчас, естественно, не буду я очень долго рисовать. То есть вы действительно в каждом кадре рисуете определенную фазу движения вашего объекта, объясняя, как ваш объект, собственно, будет двигаться. Ну и в итоге будет получаться такая простенькая покадровая анимация. Ну и еще один кадр. Заключительный цветочек пускай у нас вырастет. Что-то такое будет непосредственно с вами получаться. Анимация, которая у меня получилась, я могу спокойно сохранить. Могу сделать в случае необходимости нужную скорость воспроизведения моей анимации, чтобы она не очень быстро у меня пролистывалась. Ну и прямо на экране флеша можно будет посмотреть, что это получается, так что он с вами получает в плане анимации. Сочетание клавиш Ctrl и Enter запускает на с вами анимацию на выполнение, и наш цветок, соответственно, проигрывает. Даже еще чуть-чуть помидорнее можно будет сделать наш ролик. Каждый кадр у нас с вами представляет собой определенный фаз движения нашего объекта. Эти кадры можно будет необходимость скопировать. Захочу, например, чтобы мой цветок еще и как бы вырос, чуть-чуть постоял и врос. С нажатой кнопкой Alt на клавиатуре, как во всех других графических приложениях, у нас с вами наш кадр копируется, и кадр можно будет нас с вами вывернуть, перевернуть. Есть команда, которая нас с вами вворачивает анимацию наизнанку. Все совершенно замечательно получается. Вырос, постоял и обратно врос. Классический кадр анимация, который мы с вами нарисовали с учительными средствами флеша, все, как видите, достаточно удобно с вами получается. На самом деле, по факту, есть подобная анимация и в VG. Я могу также задавать какие-то определенные фазы движения моего объекта, чтобы действительно определенные кадры нашей анимации у нас с вами на экране непосредственно менялись. Ну, правда, так как у нас с вами в VG отсутствуют сами инструменты рисования, нам придется картинки, которые, так иначе, мы с вами будем использовать для этого кадра анимации, импортировать из файлов нижних. В частности, есть такое замечательное изображение на сайте flash.animate.com, типа фазы движения, фазы взрыва, такого вот нашего красивого. Классический пример для того, чтобы сделать нашу такую по кадру анимацию. Ну, эту картинку я к себе, я вам перетаскиваю в проект. Вот она у меня такая замечательная получается. По большому счету, очень многие вещи, которые мы с вами видим в VG, так или иначе, мы с вами пришли непосредственно из flash. То есть мы с вами видим наш объект, который на экране находится, мы с вами видим нашу ременную шкалу с нашим объектом. Так же, как и в flash, если наш объект будет выделен, и сбоку мы с вами будем видеть все свойства нашего объекта, позволяющие создавать чисто точные информации, типа вращения, масштаба и прочее. То есть все достаточно у нас с вами так понятно сразу становится, как только мы нашу картинку выделяем. Ну и первое приятное отличие edge от flash, это то, что у нас с вами есть замечательное окошко, называющиеся элемент, в котором мы с вами так иначе будем видеть объекты, которые на самом деле находятся. Если в flash у нас есть список только готовых объектов, которые мы с вами для анимации используем, то здесь у нас с вами абсолютно все объекты, которые так иначе на экране будут присутствовать, будут отображаться отдельными элементами. Ну, чуть попозже у нас с вами будет сложнее пример на более такую сложную анимацию составную, поэтому с этим окошко мы с вами еще и поработаем. Чтобы сделать такую анимацию взрыва, мне нужно будет заставить в каждом кадре меняться положение моей картинки и при этом, чтобы у меня непосредственно из всего изображения вырезалась тут какая-то определенная часть. Сразу, чтобы не сбить центр нашего взрыва возможного, я вытащу направляющие, например, по центру крана и поставлю, ну и моя звездочка, она вот первый кадр, как-то вот так будет непосредственно спаливаться. На самом деле подобные вещи, касающиеся такой по кадру анимации, их можно, конечно, подготавливать заранее, сохранять в виде отдельных картинок, и отчасти это бывает проще заставить аниме на самом деле сложить свою анимацию. Но, в принципе, если вы подготовили ваше изображение в виде такой вот общей картинки, она сами не составит благополучно вырезать из нашей картинки какую-то нужную часть, и уже эту часть должным образом анимировать. Помимо того, что я могу свое изображение двигать, у меня есть обязательно свойства, описывающие креднаты X, креднаты Y, моего объекта. Есть в свойствах моей выделенной картинки замечательная возможность ее маскировать с помощью прямоугольной маски. Можно будет видеть по ближайшему концу свойств нашего изображения клип маскирования, его можно будет включить. Ну и, меняя границы этого маскирования, я могу определить, какая часть моей картинки должна быть у меня на экране видна. Это все изображение, у меня остается только моя непосредственная звездочка. Анимация у нас с вами планируется именно покадровая. Я должен вот обязательно включить режим плавной анимации, который у нас с вами включен по умолчанию в анимате. Про эти кнопочки мы с вами чуть попозже тоже поговорим. Но сейчас их включаем, и они отвечают за то, чтобы у нас, включая анимации, создавались автоматически, режим у нас с вами получалось плавное. Ну и говорю, что именно вот в этом моем первом кадре моя картинка находится в этом положении. Чуть-чуть даже поровнее я ее поставлю. И у нее будет именно такой вот вариант Аблинский. У каждого свойства, который у нас с вами присутствует в списке параметров нашего объекта, есть замечательные значки, видите, такие тромки, которые позволяют запоминать текущее состояние нашего объекта в определенный момент времени. Ну и, соответственно, мы с вами видим, что действительно у меня сохранились мои координаты и сохранились парамет, отвечающие за нашу объекту. Вот такие вот наши ролики появляются. У нас с вами флеш, запомню, что в начале нашей анимации такое состояние нашего объекта присутствует. Я проматываю время немножко вперед. Ну и тоже в этом момент времени я свои включения анимации активирую, включаю, которые, естественно, сейчас поменяют. То есть у меня взрыв должен уже перейти на эту часть моей картинки. Ну и немного побольше по вертикали мое изображение будет обрезаться. Координаты заполнил и обрезку заполнил. Ну и в итоге на самом деле что такое будет получаться? Резкая смена состояния нашей картины. Еще через некоторое время все то же самое. Говорю, что также хочу запоминать мое маскирование и положение моего изображения на экране. Также сделаю маску чуть побольше, чтобы увидеть соседнюю стадию нашего взрыва. Также свою картинку я подвину по горизонтали, чтобы она разместилась уже другой своей частью. И также снова уже обрежу свое изображение, чтобы оно показывало только мне нужную непосредственно картину. Ну и так уже можно будет на своем полчастям наше изображение во время показывать. Сам процесс может быть немножко долгий, особенно если у вас очень длинная такая вот последность картинок, многофаз движения ваше изображение. Но с точки зрения техник, как вы видите, никаких особых проблем не возникает. Ставим картинку в нужное место, запоминаем положение нашего изображения в нужном месте, настраиваем параметры обрезки нашей картинки, также запоминаем положение. Ну и соответственно у нас с вами уже будет все замечательно получаться. Если все это проделать до конца, если все наши кадры проделать, то будут получаться действительно такие вот фазы движения нашего взрыва. Ну и в итоге мы с вами будем видеть, как наш взрыв такой по кадру будет получаться. Как видите, в принципе очень похоже на нашу анимацию флешовую. Но только с учет того, что нельзя в этом же на самом рисовать, ничего такого сложного, приходится брать готовые изображения и над ними уже каким-то определенным образом работать. Вместо того, что можно будет сделать, если вы представите ваше отдельное фазо движения, ваших объектов в виде отдельных картинок, и сюда можно будет загрузить, или просто поставить в нужный момент времени отображение нужной картинки, тоже будет получаться достаточно интересно по кадру анимации. Единственное отличие, которое даже в этом примере мы с вами видим, сравнивая флеш и анимейт, если мы с вами запускаем на просмотр анимацию, которую сделали мы с вами в Edge, у нас открывается наш браузер, мы с вами видим нашу анимацию именно в виде некой HTML-ностранички. Более того, если залезть в папочку к нашим проектам, то у нас уже будет получаться файл HTML, при открытии которого мы с вами, собственно, и будем видеть нашу анимацию. То есть сама по себе идея, это же, когда он появился в 2006-й версии адовских приложений, то, что в отличие от флеша, он мог сохранять свою анимацию в независимом от флеша формате, в формате 5-го и 4-го времени. Как раз этот формат флешовый в свое время был камнем предположения во многих таких проблемах, у нас в ситуациях, связанных с интернет-технологиями. Из-за этого как раз компания Adobe и с Apple рассорилась в том плане, что не получалось корректно и правильно отображать анимационные ролики, сделанные в флеше, в Apple-ском софте и в Apple-ском устройстве. И на самом деле, конечно, это правильно, не очень хорошо, что для отображения какой-то анимации требовалось дополнительный плагин Adobe Flash Player, чтобы можно было уже с веб показать. Поэтому, конечно, решение с 5-го и 4-го времени, это очень правильное решение, получается обычный 4-го код с набором каких-то определенных картинок, с набором Java скриптов, которые, собственно, сами как раз и занимаются управлением нашей 4-го странички. И вы уже можете вставить этот документ абсолютно в любой сайт. Он будет, однако, хорошо показываться и на больших компьютерах, и на любых мобильных устройствах. Это, конечно, хорошо. Но, к большому счету, эта ситуация чуточку исправилась с появлением в CC-шной версии флеша. Сейчас, когда вы создаете в флеше новый документ, вы можете сделать его также под формат 5-го и 4-го. И, условно говоря, я могу свою анимацию, которую я сделал только что в флеше, спокойно скопировать и в мой документ, сделан на основе 5-го HTML, вставить. Все то же самое будет получаться. Ну и при запуске во флеше у меня тоже будет создаваться непосредственно страничка HTML, которую там все будет показывать. То есть в CC-шной версии, по большому счету, нет большой разницы, в чем он будет создавать вашу анимацию. И флеш, и edge одинаково хорошо умеет публиковать свою анимацию в формате 5-го HTML. Поэтому любая анимация, баннер, старт заставки, сделанная в флеше, вы также можете теперь интегрировать в HTML-код, например. То есть выбор программ в этом плане, если вас интересует именно такая вот покадровая анимация и планируешь сделать некий проект на основе такой покадровой анимации, будет обусловлен только тем, в чем, собственно, будет удобнее, комфортнее работать в флеше, либо в анимейте. В принципе, все основные действия, в общем, похожи, и результат будет получаться в том же самом формате, одинаково. Поэтому выбирайте уже по принципу личных вплощений. Ну, лично мне, касаемо именно такой вот анимации, все-таки анимейка чуть попроще. То есть, может быть, конечно, по кадру анимации не всегда бывает удобно из-за отсутствия инструментов рисования в анимейте. Ну, мы сейчас с вами сделаем чуть сложнее проекта, и видим, что когда уже набор слоев нас с вами будет, набор картинок, которые мы с вами будем использовать, будет увеличиваться, конечно, там уже места им будет чуть удобнее сходить ниже в флеше. Итак, это была наша замечательная по-кадровой анимация. Когда вы в каждом кадре описываете движение вашего объекта, как видите, разница практически на самом деле, что в флеше, что в анимейте. У нас с вами все происходит совершенно замечательно. Однако, как мы с вами прекрасно представляем, есть такие вот эффекты на подобии роста наших изображений. Можно делать, рисовать вручную, и все замечательно выходит. В большинстве своем от нас с вами потребуется, чтобы наши картинки двигались, вращались, масштабировались, изменяли свою прозрачность. То есть происходили какие-то плавные варианты анимации свойств наших изображений. Поэтому есть у нас так называемые расчетные варианты анимации. Они присутствуют в флеше и в Эдже. Ну, правда, в флеше таких вариантов анимации чуть-чуть побольше, именно типов анимации ниже в Эдже. Но все равно в большинстве своем тоже касаемо нашей такой вот расчетной анимации, действия, которые делаются в флеше, вы можете выполнять та же в Эдже. Но давайте обо всем попалим. Итак, еще давайте один пример с вами небольшой сделаем. Есть набор изображений достаточно простеньких. Ну, что-то типа такого. Такой детский рисунок, какая-то такая башня, мельница, наше изображение, облачко. Я создам новый документ, тоже сразу сделаю его в формате 5.4. Ну, и можно будет совершенно замечательно наши картинки в флеш закинуть. Вот, в итоге такие у нас замечательные получаются. То же самое можно будет сделать на самом анимейте. Создаем в анимейте новый проект. И также наше изображение сюда спокойно перетаскиваем. Ну, и сразу первое такое достаточно отличие, серьезное, на самом деле, когда особенно работая с большим количеством изображений. Если мы с вами посмотрим на экранчик флеша, все наши изображения, которые мы с вами таким вот автоматическим образом добавили, они у нас с вами создаются на одном слое. Мне придется сейчас эти изображения раскидывать на отдельные слои, что можно было бы по-разному анимировать. Вы анимейте, когда вы добавляете ваше изображение в проект, они сразу автоматически замещаются на отдельных слоях. То есть сразу можно будет с этими изображениями работать в случае необходимости каким-то образом анимировать. То есть чуть-чуть попроще у нас с вами происходит в плане работы с большим количеством изображений. Но это на самом деле не очень страшно тоже, потому что я могу в флеше также спокойно свои картинки с помощью достаточно несложной команды распределить по отдельным слоям. У меня получаются также отдельные слои с моими объектами. Ну и могу свои объекты уже спокойно расставить по экранчику. Облако пока что здорово утащу, чтобы у нас с вами не мешался. Естественно, в таких ситуациях придется у нас с вами менять порядок слоев. Тоже особо правильный будет у нас с вами возникать. Любой слой можно будет спойти, переставить любое место в списке слоев. Чем выше список слоев у нас с вами располагается на слой, тем, соответственно, будет выше в районе объекта располагаться. Такой замечательный объект у нас с вами будет входить. Только, наверное, сейчас все-таки я свои объекты еще сделаю поменьше, чтобы они у меня уже вылезали на их. В этот счет примерно так же будет у нас с вами получаться, но есть у нас с вами слои, которые занимаются анимационными параметрами наших объектов. И порядок этих слоев у нас с вами здесь не меняется, а порядок слоев у нас с вами меняется в списке отображений наших объектов. В этом окошке элементов. То есть если нужно будет все-таки поставить мой вот этот вот вентилятор над моей башней, я именно в списке элементов буду от порядок менять. Также сейчас я все объекты сделаю чуть-чуть меньше. Вот так вот размещу. Ну а так, естественно, все базовые действия у нас с вами будут точно такие же. Инструменты, которые занимаются управлением нашим объектом, точно такие же. Все, в общем, похоже, что в флешешке венджер, все базовые действия у нас, как видите, совершаются достаточно похожие. Ну и сама анимация тоже у нас с вами будет достаточно несложно происходить. Ну, может быть, я еще для красоты нарисую какую-нибудь круглую штуку, которую будет у нас с вами закрывать здесь наш тест. Чтобы в флешешке сделать уже анимацию расчетную, которую заставить сам флеш просчитывать начальное и конечное положение наших объектов на экране, нам с вами нужно будет обязательно у нашего объекта эту собственную анимацию включить. Я могу по нужному кадру, с которого хочу начать анимацию, с чертной правой кнопкой мыши, и мне там на вырук буду предлагать разнообразные варианты анимируемых объектов. Вариант первый, который самый такой, наверное, древний у флеша, это то, что называется Classic Twin, классическая анимация, классическая счетная анимация. Когда вы просто указываете начальное и конечное положение ваших объектов, все остальное просчитывая сам флеш. В первом кадре мой объект стоит таким вот образом. В 30-м кадре мой объект повернется на 108 градусов, ну и, соответственно, у нас замечательный наш объект будет крутиться. Чтобы были видны остальные объекты, я тоже определю по времени до 30-го кадра. Ну, правда, конечно, вращать на какие-то большие углы руками очень неудобно, поэтому специально для нашей расчетной анимации в флеше придумали всякие интересные управляющие функции. В частности, могу для своей анимации в флеше сразу задать, что хочу повернуть по часовой стрелке, например, и повернуть аж целых два раза. Ну и будет получаться такая простенькая анимашка. Ну, насчет двух раз, наверное, подключился, но, тем не менее, наш объект замечательно вращается. То же самое могу сделать и со своим замечательным облаком. Есть мое облако. Также делаю для него расчет на нюансы. Ну и мое облако изначально будет стоять здесь. Упс, промахнулся. Мое облако изначально в первом кадре будет стоять здесь. В конце оно у нас переместится и разместится на другой стороне нашего экрана. Цвет фона сделаю, посинее. Какая-то такая вот на своем простенькая анимашка будет получаться. Облако ползет, мельница крутится. Все замечательно. И тоже все в видеочерпиональных страничек на своем уходит. Только, как видите, особо проблем не создается на своем представлении нашей анимации. Все так тоже достаточно интуитивно понятно. При необходимости, естественно, слои наши можно будет дублировать. Могу сделать копию своего облака, если вдруг мне будет не хватать одного облака. Ну и копию облака могу там чуть пониже сместить, сделать его поменьше. Маленькое облако у меня будет двигаться чуть быстрее, неже облако большое. Ну и в итоге большого облака, маленький облако убегает. Такая простенькая анимация на самом деле. Такая же расчетная анимация на самом деле присутствует и в анимате. Я могу также выделить нужный мне объект. Ну и первое достаточно такое серьезное отличие в плане анимации Эджа и в плане анимации в флэше. Если мать посмотреться, объект, который у меня выгляделся, это наша обычная картинка, с которой мы с вами ничего не делали. То есть обычное изображение, как оно есть, так оно, соответственно, на самом деле пришло. Касаемо флэша, если мы с вами выиграем тот объект, который у нас с вами анимируется, то можно будет заметить, что флэш издает для анимации практически любой расчетной анимации специальный тип объектов, который позволяет эту анимацию правильно описывать. То есть практически наше изображение оказывается внутри этих объектов, и это на самом деле иногда, особенно в сложных проектах, вносит для неопытных пользователей некоторую путаницу. То есть помимо того, что у нас с вами есть наша замечательная картинка, у нас с вами есть еще сделанное для этого изображение объект, который, собственно, с вами программируется, некий такой дублируемый у нас с вами происходит. Этого флэша будет присутствовать всегда, когда делается расчетная анимация, связь движения с вращением и масштабированием. Всегда вот такие вспомогательные объекты у нас с вами будут создаваться. На самом деле флэша это очень даже сильно оправданно, особенно касаемо программирования, когда вы будете обращаться к определенным свойствам наших объектов. Однако если вращаться обратно в это, то же такого не происходит. Это наше обычное изображение. Вот наша картинка, которую мы с вами загрузили в наш верт. И мы с ней напрямую работаем. Чтобы заставить мое изображение крутиться, я должен буду включить мои режимы анимирования объекта, первый из которых заставляет анимацию автоматически создаваться, второй из которых заставляет наше изображение плавно трансформироваться. То есть как раз вот эта вот наша кнопочка, которая называется Transition, она заставляет нас делать анимацию не по кадру, как в предыдущем случае, а именно такую плавную. И сбоку у нас с вами присутствуют наши разнообразные свойства объекта. В частности, есть и перемещение, и всякие разные наклоны, и есть наше вращение. Могу заставить свой объект крутиться также совершенно замечательно. В нулевом кадре угол по оборотам объекта будет нулевой, а там пускай через 5 секунд сделать те же самые два полных оборота 720 градусов. Мы с вами задали начальный, конечный угол по оборотам, и наш объект также замечательно будет крутиться. Причем ничего, кроме этих кнопок, мы сами не включали. То есть включили режим автоматической анимации, включили режим плавного перерасчета нашей анимации. Ну и в итоге получается такая достаточно симпатичная анимация. Как по мне, сам процесс анимации в Эдже происходит чуть попроще. То есть не требуется никаких дополнительных объектов, не требуется никаких сложных телодвижений. Включили режим автоматической анимации, просто в нужном моменте время менять положение наших объектов. Все достаточно хорошо и удобно с вами будет получаться. То же самое касаемо и нашего движения. Есть мое облако. Для него также я, соответственно, включу вот эти вот наши режимы автоматической анимации и плавной анимации. У моего облака есть координата X, с помощью которой могу заставить его двигаться по экрану. И в первом кадре стоит мое облако за пределами экрана слева. В конце моей анимации оттаскиваю время. Мое облако будет стоять за пределами экрана справа. Также цвет фона сделаю поголубее немножко. И у нас с вами такая же анимация будет получаться. Ну только так же облако перетащу я вниз в иерархию объектов, чтобы оно все-таки у нас с вами на заднем плане двигаться. Как и в случае с лошон, я могу сделать копию моего облака. Копия даже еще проще происходит. Классическая температура с кошельем, удобственная контура D на клавиатуре. На самом деле делается копия нашего слоя. Копия слоя будет на самом деле. Естественно, на том самом месте размещаться. Я могу аккуратно подвинить. В первом кадре мое облако будет стоять непосредственно здесь. В последнем кадре оно будет стоять у меня здесь же. Ну и так же... Да, все хорошо. Самый низ оттащу. То же самое с вами будет получаться. Ну правда при этом есть одно небольшое но. При просмотре мы с вами увидим, что наша анимация отыграет один раз и, соответственно, прекратится свое проигрывание. В отличие от флэша, у которого по умолчанию анимация проигрывает сама зациклена, эту опцию можно будет, естественно, выключить в случае необходимости. Но, как правило, такие вот анимашки требуют именно зацикленного проигрывания. В Edge Animate автоматически наша анимация не зацикливается. Но это на самом деле не очень большая проблема. Как и во флэше, есть у нас с вами в Animate средства программирования, которые позволяют добавлять всякие интересные команды, управляющие нашей анимацией, управляющие свойствами нашего объекта. Эти команды у нас с вами будут записываться на Java скрипте. Я могу прямо в нужный момент рейк. Ну, в данном случае я хочу, чтобы в конце анимации у меня моя анимация заново начиналась у проигрывания с нулевого кадра. Тоже все, на самом деле, чип попроще, нежели в флэше будет у нас с вами происходить. Если посмотреть внимательно, у нас с вами на список наших слоев будет находиться замечательный раздел, называющийся Actions. Тоже такой вот отсылок к флэшу у нас с вами будет происходить. Экшенами и в флэше у нас с вами окошко Action занимается как раз вот тоже флэшовыми командами. Так вот, у этого нашего экшена будет замечательная кнопка, которая позволяет нам добавить специальный кадр, в котором как раз можно будет писать какое-то действие. Зовется это кадр-триггер в анимейте. Ну, и появляется такой помощник написания кода. То есть такая же вещь есть у нас с вами в флэшетчике, который мы с вами посмотрим, который позволяет на основе каких-то готовых команд, людям, которые вообще никак не знакомы с программированием, управлять то же самое анимацией, время анимации нашего ролика. Я говорю, что хочу, чтобы в последнем кадре у меня моя анимация заново проигрывалась от на моей сцене с нулевой секунды. То есть сама команда у нас с вами так будет выглядеть, типа play 0, начинаешь свою анимацию заново проигрывать с начала. Ну и в итоге, и в анимейте у нас тоже будет анимация получаться зацикленная, и все замечательно будет выходить. По факту, как вы видите, тоже все очень похоже между анимейтом и между эджем. Ну, только вот эджи достаточно такой приятный плюс, не создаются никакие ненужные объекты. То есть по факту, если просто делать такую-то линейную анимацию, как картинка ваша пришла, так она с этой аниме двигается. То есть на самом деле найти изображение, которое нас с вами создаются, можно будет также навязывать всякие управляющие команды. То есть все-все-все чуточку попроще с точки зрения действий пользы нас с вами будет непосредственно выходить. Ну, а так, по большому счету, все то же самое нас с вами будет получаться. Правда, я услышал, в этом плане есть достаточно такое интересное преимущество. Анимация, которая нас с вами работает в эджи, это анимация, которая в основном занимается движением, вращением масштабильного объекта. То есть изменение свойств трансформационных наших объектов. Плюс сюда же можно будет включить дополнительные свойства подобия прозрачности, разнообразные там фильтры, которые позволяют нас с вами объекты и чуть-чуть цветокорить, и там всякие разные эффекты подобия того же самого, размытие добавлять. То есть эти вещи тоже можно будет нас с вами будучи манировать. В любом случае это будет именно таким, как бы глобальные свойства наших объектов. Во флэше есть один вариант анимации, который не представлен пока что в эджи, это анимация формы, когда вы делаете плавное перетекание формы объекта из одной в другую. На самом деле это не такой совсем, чтобы уж страшный минус у эджи, но тем не менее иногда хозис заставит наши объекты двигаться, не перемещая весь объект целиком, а чтобы непосредственно форма менялась. Ну, наверное, здесь один из таких классических примеров анимирования формы, это что-то наподобие качания каких-то там деревьев, кустов, травинок. То есть когда я хочу не сделать простой наклон моей травинки, чтобы не форма непосредственно менялась, как раз для этого наша анимация Shape во флэше сделана. Примерно так все это будет выглядеть. Кисточкой нарисую форму моей будущей травинки. Ну да, травинку сделаю побольше, чтобы позаметнее все было. Все это у меня будет заливаться цветом. Ну и есть для наших объектов специальный тип анимации, который так называется Shape 3. Расчетная анимация формы. В первом кадре моя травинка вот такая одна замечательная, в двадцатом кадре она у меня выявилась наизнанку. Ну, правда, по умолчанию эта анимация достаточно забавно будет на с вами смотреться. Точки, относительно которых наша анимация просчитывается, по умолчанию в флэше определяются таким неким случайным образом, поэтому травинка чуточку странно качается. Но я смогу, подключив специальные маркеры, определить нужные точки на периметре, на контуре моего объекта, и выбирая этим точкам заставить объект более правильно переходить. Кстати, вот маркерные точки я добавляю, говорю, что вот эта точка будет стоять в первом кадре на носу. И на последнем кадре это тоже будет стоять на носу. То есть мы как бы фиксируем эти точки, у меня определенные области нашей изображения. Ну да, так уже получилось, но забавно. Не хватило одной точки, я могу добавить еще одну точку в основание, например, моей травинки. И в последнем кадре тоже могу добавить эту точку в основание моей травинки. Ну и уже что-то такое будет у нас получаться. Некие огрехи все равно есть, но это тоже можно будет поправить. То есть не двигается объект, а плавно переходит из состояния в состояние. Дальнейшее такое у нас с вами уже, соответственно, получается. То есть здесь в дальнейшем эту травинку можно будет нас с вами скопировать, разложить, сделать действительно такой пейзаж, где наши травинки будут шевелиться по-разному. Но сам факт того, что мы с вами можем достаточно удобно определять, как форма нашей объекта будет меняться, иногда бывает достаточно полезна. Анимей занимается только переносом нашу объекту, то есть тут такие вот основные глобальные свойства, трансформационные у него используются. Анимация формы доступная анимей только по кадру анимации. Когда вы сами отрисуете каждый кадр изменить вашей формы, ну и, например, нашего стартового взрыва все это непосредственно поправить. Но это, конечно, не очень большой минус. Анимировать травинки вряд ли вы будете по-многому, по-часто. Просто чуть-чуть, конечно, возможность в плане такой классической анимации совершенно у нас сами будет получше. Наиболее быстро показать преимущества работы Edge'а с большим количеством объектов можно будет, когда вы уже сделаете чуть-чуть посложнее проект, в котором будет много-много-много нашей картины. Ну, есть подборка изображений, такая вот разнообразная. Хочу сделать из этого некий такой баннер с двигающимися объектами. Делаю наш новый документ в Edge'е. Наверное, чуть-чуть попозже я картинки, размин своего документа сделаю по другой немножко. Но сейчас просто наши все изображения я выделяю и просто в это спокойно перебрасываю. Ну и точно так же у нас с вами все наши изображения загружаются. Загружаются как отдельные объекты, каждый из которых мы с нами расположим на отдельном фоне. Ну и сделаю свой документ чуть-чуть побольше. Пускай будет у меня по ширине 595 подразмерового фона. По высоте пускай будет 700. Ну и начинаю уже свои изображения размещать правильным образом на экране и при этом размещать еще и по высоте. То есть мы с вами видим расположение нашего объекта на экране. Мы с вами видим, где он находится в ирархе объектов. Ну и мой фон будет где-то здесь находиться, внизу моего экранчика. Чуть пошире его сделаю, побольше по высоте. Причем, как вы видите, очень удобно то, что у вас по умолчанию включены умные направляющие. При перемещении ваших объектов возникают такие сморгайшие линии, которые позволяют выравниваться по другим объектам, которые позволяют выравниваться быстро и удобно по границам нашего документа. То есть всегда можно будет без специальных команд, занимающихся выравниванием, поставить наши объекты в нужном порядке. Ну и, собственно, вот это вот мой объект. Он сам внизу будет. Перетаскиваю список его. Писка объектов сам внизу. Мой следующий фон где-то вот здесь будет размещаться. Сразу сделаю чуть побольше. Он будет тоже размещаться на самом внизу. То есть действия, которые мы сейчас с вами выполняем, у нас они выполняют очень похоже на классические фотошопские действия. Есть набор слоев. И мы с вами просто эти слои размещаем в нужном месте нашего экранчика и ставим их в нужном месте по иерархии наших слоев, в то выше, в то ниже, на самом расположении. Еще один фоновый элемент тоже сделаю его чуть-чуть побольше. Тоже будет у меня на фоне располагаться. И так вот последовательно уже размещаю все наши объекты в нужном порядке. Дайву сюда его сейчас. Последняя облачка где-то здесь будет накружаться. Ну и, собственно, наша главная действующая героиня. Чуть побольше я сделаю. Хорошо. Занять идет? Сильно. Что такое будет у нас с вами получиться? Я могу достаточно легко заставить все это нужным мне образом анимироваться. Помимо того, что у нас есть вариант с анимацией последовательным, когда вы указываете вашу анимацию от начала в конец, появился еще один новый инструмент, называющийся PIN, который позволяет нам с вами сделать анимацию даже еще чуть-чуть более удобнее, задать длину ее и, соответственно, задать сразу финальное и конечное положение. Как раз для таких ситуаций очень хорошо подходит. Типа я выставил свои объекты в конечное состояние. У меня вот так все должно в итоге будет непосредственно получиться. Ну и я для всех моих объектов этот самый PIN активирую. Ну и пускай это будет моя анимация длительностью одной секунды. Ну а после этого в начальной секунде вот этот вот мой замечательный фон. Повыкручаю некоторые снижения. Повыкручаю некоторые снижения. Слышать меня, слушать, ничего страшного. Соответственно, этот мой фон будет анимироваться в плане того же самого масштаба и прозрачности. У меня есть свойство прозрачности. Могу его в нулевой секунде сделать невидимым. И могу ему размер задать чуть-чуть другой. Даже руками просто отмасштабирую его. Сожму. Откуда-то вот из уголка он как-то вот так у нас с вами будет непосредственно летать. Все действия, которые я делаю, вот эти вержевики у нас с вами автоматически сохраняются. И уже в итоге фон у нас с вами как-то вот так нейтрально будет размещаться. Даже чуть-чуть пониже я его в итоге поставлю. То же самое с этим моим фоновым элементом. Он у меня стоит здесь в последнем положении, а в начальном положении тоже как-то вот так вот из масштаба вертикально у нас с вами уйдет. То есть вообще совсем все просто у нас с вами получается. Одной кнопкой задали для наших слоев положение финальное, а потом просто для каждого нашего элемента в нулевой секунде задаем, как у нас с вами все это будет получаться. Для этого объекта он тоже у нас как-то вот так вот сбоку как масштабируется. Этот элемент на самом этаже как-то масштаб по горизонтали на экране появится. Наша облачка тоже, пускай масштабом будут на экране появляться и с какой-нибудь прозрачности. То есть вы достаточно быстро можете при необходимости сделать вариант появления ваших объектов на экране, просто указывая начальное и конечное положение. Ну и наша финальная девушка тоже, пускай и масштаб свой будет менять, и прозрачность будет менять. Ну и в итоге все мои изображения каким-то образом и камень будут являться. Только здесь чуть-чуть в первом кадре в ноль. И наше облачко, которое я пропустил, тоже пускай будет по нулям. Вот такая вот анимация с вами будет получать все. Вот так вот замечательно экранчик показывается. Причем очень удобно управлять нашей анимацией в плане последовательности анимации. И уже управление в это же именно время анимации очень сильно похоже на те же самые программы для работы с видеоизображениями, то же самое Premiere либо After Effects. Каждый слой – это определенная длительность нашего анимационного процесса. И могу сказать, что мой фон 1 появляется с любой секунды, мой фон 2 чуть попозже, Следующий слой – чуть попозже, следующий слой – чуть попозже, следующий слой – чуть попозже. То есть каким-то таким вот образом у меня анимация некой такой вот лесенкой будет ставиться. Достаточно легко можно будет длительность анимации определять. Ну и каким-то таким образом на экране объекты будут получаться. То есть без каких-либо проблем и сложностей мы сами сделали для большого количества объектов подобную анимацию. Но еще, как видите, очень удобно будет управлять время начала и конца нашей анимации. Плюс дополнительно есть у любой анимации, которая с вами строится в Edge Анимате, очень интересная функция, позволяющая управлять время анимации в плане ускорения и замедления нашей анимации. Подобные вещи есть и у флэша, но она такая чуточку не совсем удобная, в том плане, что автоматически только можно будет сделать простое замедление и ускорение, и все остальные сложные вещи нам нужно будет руками на самом деле давать. А здесь хочу, например, чтобы то же самое, или там тоже самая девушка появилась на экране чуточку более интересная. Я могу по любому моему анимационному клипу, еще одна правая кнопка мыши, и там будет готовый пункт, который как раз управляет эффектами замедления и ускорения времени нашей анимации. То, что называется Easing. Ну и говорю, что не хочу равномерное движение, не хочу с замедлением, причем пускай это замедление будет как-то такой баусс, с качками. То есть есть готовые шаблоны, отвечающие за ускорение и замедление нашей анимации. Ну и в итоге наша девушка, она у нас как-то вот так красиво на экранчик появилась. Сразу можно будет задать нам с вами какие-то варианты появления наших объектов на экране. Все замечательно будет у нас с вами получиться. Вот на плане, конечно, у флэши все будет чуть посложнее, но зато у флэши есть и некоторые дополнительные возможности, которые позволяют нам анимацию сделать отчасти чуть-чуть поинтереснее. Я могу, естественно, все то же самое сделать в повышении. Вот тот же самый пример, те же самые изображения, они уже раскиданы у нас с вами по слоям. Ну и помимо такой анимации достаточно простой, линейной, двухмерной, один из таких моментов, интересных, которые у нас с вами предлагают в флэш плане анимации, я могу сделать анимацию трехмерную, то есть могу при желании сделать для моего объекта определенный вид анимации, который там будет длиться, например, в те же самые, в ту же самую одну секунду, 25 кадров в наше время. И могу сказать, что эта анимация будет трехмерной. Эта анимация отличается тем, что у нас есть специальные инструменты, которые позволят уже двигать и вращать наш слой не только в плоскости экрана, а еще задавать еще вращение такое, а-ля пространственное. На самом деле есть средства и вынимаете, правда, программные средства, которые у нас с вами позволяют, при подключении определенных библиотек, тоже сделать то же самое анимацию трехмерной. Вот касаемо наших инструментов, у нас нет вынимаете такого действия, который позволит задать такой трехмерной. А здесь могу определить для моего замечательного объекта центр, относительно которого будет он в трехмерии вращаться. Ну и также изначально он будет нас с вами как-то туда, в пространство повернут. А в последний момент времени он нас с вами ворачивается и становится снова на экранчик ровно. И какая-то такая вот анимация движения пространства нас с вами будет. Но в остальном все будет тоже похоже на тот же самый Edge. Я даже могу любой фоновый объект сделать ему анимацию. Изначально он у нас фон стоял где-то здесь, был определенного размера, и у него была какая-то прозрачность. Ну и через некоторое время он у нас с вами стал снова непрозрачным. И можно еще будет также задать простенькую анимацию наподобие того же самого масштаба. В начальном кадре он у нас с вами как... Упс, замахнулся. Он у нас с вами определен... Сейчас, секунду. Все очень похоже. Тоже начальное положение, только чуть-чуть может быть подольше сам процесс нашей анимации строится. Ну и как раз от вопроса об нашем ускорении и замедлении. Есть подобная опция у нас с вами, естественно, в клэше, но такой автоматический просто нас с вами предусматривает только равномерное замедление и в размере ускорения. Мой объект будет к концу более плавно замедляться. Если нужно будет нам с вами сделать какой-то более интересный эффект появления, типа вот этого нашего прыжкообразного, который у нас с вами в анимате получается, нам нужно будет вот этот график появления рисовать руками. Тоже на самом деле не очень сложно. Ну, таких вот готовых презентов, которые позволяют пользователю не заморачиваться какие-то дополнительные действия, а сразу же пусть и конечный результат, понимать, конечно, будет чуть-чуть повыше. Ну и, конечно, касаемо нашего основного действия, предполагаю, что это у меня баннер. А, ну, давайте еще какой-нибудь несложный текст добавим. Упс, вернись, все прощу. У меня будет еще один слой на экране. Текст. В общем, такое сейчас напишем классическое. В плане работы с текстом ничего особенно нового здесь не будет. Все очень похоже на стандартные абсолютно адобовские приложения. То есть также на самом предъявлении текста есть все его настроечки, прозрачность, масштаб, размер букв можно будет сделать, можно будет сделать потолще, шрифт можно будет выбрать. Достаточно удобная функция, если двух шрифтов, которые у вас есть в наличии, не хватает. У нас есть замечательная кнопочка плюс, которая позволяет погрузить наши шрифты дополнительно. То есть, в принципе, в плане работы с шрифтами даже, может быть, чуть-чуть удобнее все происходит на самом деле, нежели в флэше. Ну, шрифт возьму, кроме стандартной. Размер букв сделаю побольше. Выравню по центру. Что-то такое будет получаться. Можно будет добавить, как, собственно, к любому объекту в Edge, дополнительный эффект. Есть на самом деле тень, которую, собственно, можно будет на самом деле активировать. И уже на заднем плане на самом деле будет теньюши симпатичные получаться. То есть, все очень похоже на флэш, конечно. Ну, и также можно будет сделать для нашего текста анимацию. Та же самая наша кнопочка, toggle, pin, которая нас с вами включает режим быстрой анимации. Вот, конечно, начальный фаз движения. Пускай мой текст где-то вот здесь будет. Заканчиваться и в этом положении он где-то у нас по центру будет стоять. То есть, где-то здесь у нас сами стоит. Да. А вначале он будет у нас за пределами экрана. И даже можно его будет чуть наклонить, типа у нас сами он так быстро едет. Здесь у нас сами он стоит. Чуть-чуть я его не довел. Ну, и также можно будет добавить наш изинг, какой-нибудь там баунсенс для нашего текста. Что в итоге у нас еще такое получилось. Ну, в данном случае зациклить баннер мы сами не будем, мы сами вылетел вот и все. Поэтому все так на самом деле будет оставаться. То есть, конечно, действие, которое мы сами совершаем, для того, чтобы добиться анимационного результата, в это же чуть поменьше. Все побыстрее, именно в плане вот такой вот именно веб-графики, сейчас происходит чуть комфортнее. Хотя, в принципе, вот если говорить совсем честно, то все, что мы с вами делаем, так или иначе, веджи, можно будет темным или иным способом делать в услышании. Только веджи все иногда происходит чуть быстрее и поудобнее непосредственно для пользователя. Ну, и, конечно, в финале наше действие нужна у нас с вами кнопка, которая будет заставлять пользователя послесчелкнуть и переходить на какую-нибудь там страничку в интернете. Поэтому для кнопки я рисую прямо в размер всего своего баннера обычный прямоугольник. Наш прямоугольник должен быть, естественно, невидимый, он не должен закрывать нам весь наш ролик, поэтому продать нашу кнопку можно будет свести до нуля. Ну и очень удобно то, что мне нужно будет этот прямоугольник превращать в какие-то особенные объекты. Касаемо флеша, для того, чтобы сделать анимацию, реагирующие на то же самое движение кнопки, нам с вами придется сделать специальный объект, мы сейчас с вами это увидим. А здесь моя кнопка есть, пин был включен, поэтому чуть-чуть неудобно получилось. Ну, а так, соответственно, моя кнопка есть, она у меня прозрачная. Я ничего с этим объектом не делаю вообще, я могу прямо по объекту щелкнуть правой кнопкой мыши и добавить на этот объект сразу без всяких дополнительных действий команду, которую нас с вами переключат на страничку в интернете. Также откроется библиотека, которая с вами спрашивает, а что мы хотим сделать с нашим объектом? Мы хотим по нему клик щелкнуть. И я хочу, чтобы у меня по щелчку сработал переход по линк ссылки. И можно будет выбрать переход, куда он с вами будет, как будет считаться, в том же самом акне или в новом акне, допускай будет в новом акне. У нас сразу получается готовый код, который, как видите, очень похож на, практически является джазом этого команды. И нам только нужно будет поменять адрес, по которому все это будет на с вами переходить. Даже можно будет конкретно. И все. Если уже я после этого запускаю свой ролик, могу по моему объекту щелкнуть, ссылка на с вами будет получаться. Правда, единственное, на что сейчас нужно будет внимание обратить, тоже такая интересная фишка Edge. Если я навожу на свою кнопку мышь на своем баннере, как видите, курсор у нас с вами не меняется. Он остается стрелочкой. Мы все привыкли, что когда у нас есть мышка на кнопку, должен у нас с вами там палец появляться. Забава на самом деле функция у Edge, у нас с вами присутствует. Я могу при желании выбрать для моего объекта нужную форму курсора. Есть свойство, как мы его выделили на объект, там такой вот раздел, который называется курсор. И я могу сказать, что хочу курсорчиком первым видеть тоже самое. И при просмотре действительно с вами на нашем прямоугольничке палец появляется, стандартно щелкаем, ссылка с Саббатой, все отлично с вами получается. Достаточно, как видите, быстро и достаточно удобно. Что ж, как идет, реализация. На самом деле, то же самое могу сделать и, конечно, в флэше. То есть есть моя анимация, то же самое, пускай будет. Моя мельница. Я могу также на новом слое нарисовать прямоугольник. Вот единственное отличие с этим прямоугольником, по умолчанию работать не могу, я должен буду обязательно сделать у него специальный объект. Есть распряжение флэша, команды, которые позволяют нас с вами превращать наши объекты в специальные объекты, подходящие по ту же самую анимацию или под интерактивное управление мышкой или клавиатурой. И в данном случае это у меня будет мой баттон, кнопка. Ну а дальше также могу сделать свою кнопку прозрачной, альфа-0. Ну и по аналогии с анимейтом. То есть анимейт, на самом деле, вот эту вот идею с библиотеками готовых команд совершенно правильно взял из флэша, очень удобная штука. То есть человек, который даже вообще совершенно не знает про программирование, может уже делать такие вот достаточно интересные интерактивные вещи. Моя кнопка выделена, я должен буду, кнопки, единственное, еще такое отличие, единственное, от Edge, все объекты, с которыми вы работаете, программные флэши, они должны обязательно обзываться каким-то образом, чтобы флэш мог найти эти объекты на экране. И также могу совершенно замечательно найти палитру, называющуюся фрагменты кода, такая библиотека наших команд. И сказать, что я собираюсь перейти, простите, я собираюсь по щелчку по моему объекту, go to page, перейти на другую страничку интернета. И также наша команда к объекту применяется. Тоже получается некий код, который на самом деле, как вы видите, не очень сильно отличается от нашего кода, который в Edge. Я также могу поменять адрес на другой. И все так же будет на самом деле получаться. А, только единственное, что небольшая сложность именно вот в плане обращения с HTML-ной страничкой, при открытии такому локальному адресу не будет срабатывать ссылочка у нас в HTML, то есть нужно будет обязательно открывать как-то удаленно. На самом деле, как бы ссылка сработает, все замечательно будет получаться. То есть если перетащить все это в формат SWF-ного документа, ссылка будет отлично открываться. И также код у нас с вами появляется, его можно будет контролировать, заменять и редактировать. То есть в принципе все тоже будет похоже, хотя чуть-чуть посложнее, чуть-чуть помилее. Также, как вы видите, по большому счету, конечно, Edge очень много наследовал в себя под флеша. Сама идея анимации, способы анимации, контроль за свойствами объектов. Другое дело, что в Edge же все чуть-чуть поудобнее, и те же самые наши параметры, которые мы можем контролировать в наших объектах, и те же самые способы анимирования, и те же самые наши замечательные шаблоны анимации, позволяющие достаточно быстро выбрать нужный вариант движения нашего объекта. Все, конечно, делает Edge чуть более удобной программой, создает такой оперативной веб-гратики. Разнообразные баннеры, эффектнообразные появляющиеся ролики. У нас совершенно замечательно в Edge делаются. Правда, так же, как и с нашей Shape анимацией, которая в Edge отсутствует как тип, что на самом деле, мне очень страшно, но тем не менее, все равно иногда приходится такие вот вещи делать, поэтому, так и иначе, для подобной анимации придется нам с вами обращаться к флешу. Есть еще один инструмент. В флеше, который отсутствует как класс в Edge, часто приходится анимировать каких-то не очень сложных персонажей, которые должны вас там руками-ногами шевелить. В Edge все это придется делать на самом деле так или иначе вышло. Это будет наша обычная анимация, которая так или иначе контролируется перемещением, вращением и масштабированием. А во флеше есть для этого замечательный инструмент, который называется BON. То есть еще один плюс в флешу, в сравнении с Edge, я могу более удобно и более качественно анимировать разнообразные объекты, требующие некоторую такую систему управляющих костей, чтобы можно было наши объекты более комфортно анимировать. Ну, вот, конечно, пример. На самом деле совершенно не обязательно должен быть какой-нибудь персонаж руками-ногами. Такая вот достаточно простая гусеничная техника. Объект все разбито уже на отдельные слои, все очень удобно у нас с вами получается. Ну и проблема в чем заключается? Если я буду анимировать эти объекты и во флеше, и в Edge, стандартным образом, мне придется у этих объектов, условно говоря, сдвигать их в центр, заставлять эти объекты ножным образом шевелиться. Это на самом деле будет достаточно долго и сложно получаться. А у нашего объекта сейчас, условно говоря, всего лишь одна рука. Когда у вас будут две руки, две ноги, хвост и голова, то придется, конечно, достаточно долго и муторно руками все эти отдельные элементы передвигать. А в случае с нашими костями, я могу просто сказать, что строю систему костей от моего объекта главного к эскаватору, от эскаватора на первую часть нашего держалка ковша, на вторую часть, на сам ковш и на завершающий объект нашего ковша. Некоторая система наших объектов на самом деле будет возникать. Ну, смотрите, пожалуйста, у меня пропадет вообще какая-либо головная боль по взаимному, по взаимной анимации наших объектов в плане взаимодвижения и вращения. Я просто хватаю за краешек моего эскаватора, а у нас все так замечательно шевелится. Причем сейчас шевелится так чуть-чуть подозрительно, в том плане, что в тему за ковш шевелится весь наш эскаватор, у наших костей всякие разные ограничения, которые позволяют задавать. И ограничения по углам, кости будут с вами поворачиваться больше какого-то определенного угла. И вообще можно будет в отдельных ситуациях вращения запрещать у наших элементов, чтобы они никак не крутились. Ну и в итоге у меня получается такой достаточно интересный вариант анимации, когда я просто, условно говоря, двигаю за одну часть моего объекта, вся остальная система на самом деле будет шевелиться. И также у меня будет классический обувь строится моя анимация. В первом кадре у меня вот так все стоит, в пятнадцатом кадре у меня он приподнимется, а в тридцатом кадре как-то вот так вот опустится. Ну и в этом кадре что-то, упс, в этом кадре что-то такое будет уже захватывать. Ну и наша анимация такая уже будет в коррекции. Если вдруг вам потребуют все-таки анимировать неких персонажей, конечно, система костей в этом плане однозначно выигрывает, на самом деле есть наши обычные анимации. Поэтому тоже здесь придется обратиться к нашим кучам. Подводя итоги, в итоге наше обсуждение принципа анимирования объектов флэша и веджи, конечно, как вы сами видели, все очень похоже на друга. Анимация флэша строится примерно так же, как и веджи, точнее, наоборот, анимация веджи строится примерно так же, как и флэша, но мелкие разнообразные нюансы, детали и более простой доступ к объектам, более комфортный доступ к свойствам нашего объекта, готовые шаблоны анимации, очень хороший контроль за объектами, необходимость, точнее, отсутствие необходимости задавать какие-то объекты помежуточные для того, чтобы можно было нашим объектом управлять. Достаточно простое управление объектами в плане какого-то программного кода. Можно будет назначать и на сами объекты нашей команды, и можно будет назначать наши команды на временную линейку. Все достаточно удобно и комфортно получается. Другое дело, что в флэше есть варианты анимации, которые отсутствуют в Edge, но когда разговор идет именно про анимацию типа баннерную, анимацию на подобии каких-то таких а-ля баннерных заставок сайтовых, сайтовых, анимацию кнопочную, когда нужно будет сделать красивый, проявляемые кнопки. Конечно, там вряд ли у вас будет очень активно использовать персонажи, в этом плане именно для такой оперативной веб-анимации Edge подходит просто идеально. Другое дело, что если вам нужно будет сделать немножко более сложный проект, наподобие, то же самое анимация персонажей, вы хотите нарисовать даже совсем веб-анимацию, скажем, муртик флэшовый, конечно, здесь уже будет однозначно флэш, потому что там и инструменты специальные, и есть разнообразные варианты анимации, которые позволяют ту же самую форму объекта менять. Конечно, в плане создания более сложной анимации, такой муртяшного типа, флэш, конечно, однозначно на самом деле будет выигрывать. Ну и самое главное отличие флэша от Edge же из-за того, что в флэше уже встроена достаточно мощная программная поддержка, конечно, совсем более тяжелый проект наподобие полноценных игрушек с интерактивностью, с большим количеством объектов, с базами данных, с записью игроков, кто в нее играет, что потом эту игрушку можно было выложить в какую-то социальную сеть. Здесь, конечно, флэш не имеет пока что никаких альтернатив. Это единственный программ, который позволяет такие вот вещи достаточно удобно и быстро делать. То есть все, что касается более сложных проектов, игры, системы электронного образования, когда у вас будет очень большое количество картинок, очень большое количество текста, это все нужно будет подгружать, все нужно будет правильно имечать на странице, разнообразно проверить какие-то вещи, типа ответить на какие-то вопросы. Конечно, в плане флэш будет значительно выигрывать. И по-прежнему подобные сложные проекты – это еще пока никем не занятая ниша флэша. Она, соответственно, и останется. Но все же касается вот веб-анимации, классический тип Терсан-баннеров, Edge однозначно уже вышел на первое место, потому что все гораздо удобнее, быстрее и правильно с вами получается. Ну и еще одна очень такая приятная фишка именно Edge. Как вы сами видели, в принципе, если говорить про сохранение нашей анимации, флэшовый и edge-овский, и флэш, и эш нас с вами одинаково хорошо сохраняют в формате 5-го HTML. То есть я могу также в флэше получить страничку с 5-м HTML, плюс набор картинок, плюс JavaScript-овые файлы, и все это аккуратно выложить себе на свой сайт, все замечательно будет работать. Однако разговор идет не только про выкладывание наших анимационных проектов в виде каких-то отдельных ссылок. Я хочу вот этот свой баннер куда-нибудь введить в какую-нибудь там страничку. Поэтому очень удобно то, что у нас с вами Edge замечательно может взаимодействовать с еще одной отличной адобовской программой, которая называется Adobe Muse. Очень интересный и очень мощный интерактивный редактор по созданию тех же самых веб-страниц, который, в принципе, тоже, наверное, уже уходит потихонечку на первое место в плане своей популярности. То есть фактически тоже в Абьюзе Adobe продолжает создавать приложения, которые фактически лишают пользователей необходимости какие-то вещи технические прописывать вручную, а сосредоточиться только на творчестве. То есть вы добавляете картинки, правильно образ замещаете на экране, добавляете какие-то шаблоны анимации, все отлично будет получаться. В этом плане, конечно, все в Абьюзе отлично выходит. Ну и по большому счету я могу достаточно удобно и быстро свою анимацию, которую я сделал в Анимейте, вставить без каких-либо проблем в Амьюз, и она отлично с вами будет проявляться. Вот что-то такое вот на с вами появляется стартовая страничка. Давайте, чтобы она не совсем на с вами пустая была, добавлю что-нибудь, типа какого-то слайд-шоу. Я хочу, чтобы добавится вот этот баннер, который я тоже нависал. Если мы с вами заберемся обратно в Анимейте, то только сейчас, единственное, что только нужно будет, наш проект сохранить, иначе у нас с вами не позволит все правильно опубликовать. Как и в флэше, у нас с вами есть замечательная команда Publish, которая позволяет нас с вами публиковать наш проект в выводном формате, а чуть повыше, есть команда, которая определяет, как раз в каком варианте у нас с вами наша анимация будет публиковаться. По умолчанию стоит у нас с вами вариант, который называется WebPath, создая наши именно веб-странички с указанными папками, куда будут нас с вами вставляться наши картинки, наши звуки, наши скрипты джавские. Но я могу сказать, что не хочу в данном случае именно как WebPath, документ все сохранять. Хочу сохранить формат, который называется Animate Deployed Package. Замечательный формат, который как раз является форматом обмена проектами между тем самым аниматом и Mews. У меня все будет по данному адресу сохраняться, и я буду получать мой проект Publish. Все, что мне остается сделать, это зайти в Amuse и стандартной командой импорта моего изображения это достать. Сейчас, сейчас, сейчас. Да, кстати, очень хороший вопрос. А куда я все сохранил? Бандер 2.Explos. И нас с вами сразу задается в папочках наших проектов. Там скранили наш Azure проект. Папка, называющаяся Publish. И там будет на с вами вот этот вот наш фаоса эмоций, который открывается, замечательно вставляется. Сейчас вот здесь я поставлю. И при просмотре все это в браузере все замечательно будет на с вами проигрываться. Можно будет по нему щелкнуть. Слышишь замечательно работаю, и все отлично получается. То есть я смогу без каких-либо сложностей и проблем свою анимацию, которую создаю в Edge, вставлять в то же самое Mews, и уже у меня будет получаться интересный сайт с интересной анимацией, которую мы с вами фактически там несколькими числами мышки создали. Как раз вот в плане именно такого простоты и такого удобства Edge и позволяя считать в настоящее время, наверное, самую удобную, самую правильную программу для создания веб-анимации под ваши интернетские проекты. Вопросы какие-нибудь? Отлично. Если вдруг появится моя почта электронная, можно будет писать на нее вопросы, которые у вас будут возникать, касаемо работы в Edge. Если вдруг заинтересует эта программа, то можно будет в нашем центре этой программе научиться. Последняя ссылочка как раз и есть на наш курс по Edge, который даже вроде бы на старту и в ближайшее время, в декабре. Курс занимает 16-х и месяцев, 4 занятия и соответствующие курсы, помимо таких базов, которые мы с вами смотрели, мы с вами поговорим, естественно, про более сложные вещи, касающиеся того же самого программирования, то есть немножко залезем в конник, чтобы вы могли и тем самым, то же самое, именно линейку управлять, свойственные объекты, чтобы уже не только такие вот простые баннеры с какой-то базовой анимацией у вас получались, а чтобы еще какая-то интересная интерактивность у вас непосредственно выходила. Ну и ждем вас в нашем центре, где помимо Edge можно еще и будет научиться другим замечательным программам, которые сделают процесс дизайна вашей странички более интересным и более правильным. Все-все доброго, если вдруг какие-то вопросы возникли, я еще 10 минут 10 буду следить. Субтитры создавал DimaTorzok